Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ. Вы смотрите очередной выпуск программы «Полицейская служба» в телестудии Департамента полиции Алматинской области журналист Антон Хатиновский. Смотрите в нашем сегодняшнем выпуске. Ловись, рыбка большая и маленькая. Природоохранные полицейские продолжают выявлять нарушения природоохранного законодательства. Согласно статистике, наиболее страдают рыбные ресурсы. Молодым везде у нас дорога, пожилым всегда у нас почет. Ветеранов органов внутренних дел чевствовали в канун дня пожилых. Пьяный мотоциклист держал в страхе ночные улицы Каскелена. Теперь лихач ближайшие несколько лет будет ходить пешком. А теперь об этом и другом более подробнее. В очередной раз системы видеонаблюдения доказали свою эффективность в раскрытии преступлений. Особенно в общественных местах, где зазевавшиеся граждане забывают о мирах безопасности. Минута беспечности и вот уже ваш кошелек или телефон стали добычей карманника. Так случилось и в Карасайском районе, где в полицию с заявлением о краже айфона обратилась девушка. Благо, что совершенная 33-летним местным жителем преступления попала в объектив одной из камер, находящихся в том районе. Подозреваемого оперативно задержали, однако украденный телефон он уже успел сбыть. Ранее воришка уже привлекался к уголовной ответственности за кражу 8 раз. Стражи порядка проверяют его к причастности к другим аналогичным преступлениям. На бескрайних просторах ЖТСУ продолжают шалить браконьеры, которые буквально варварски уничтожают их тюофауну при помощи запрещенных законом орудий промысла. Одно дело, когда браконьерством грешат местные, другое, когда приезжают жители других областей. Житель Туркестанской области ловил рыбу запрещенным законом-способом в Алматинской области. В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» сотрудники батальона патрульной полиции и дорожной полиции Алматинской области на автодороге Западной Европы-Западной Китая обнаружили 115 килограмм рыбы в автомашине 20-летнего жителя Туркестанской области. Водитель не смог предъявить документы, необходимые для перевозки и добычи рыбы. В ходе дальнейшего осмотра в автомашине были обнаружены два аккумулятора и токоувеличивающие устройства в простонародье электроудочка. Все запрещенные законом орудия лова рыбы, а также добыча, сазан и амур изъяты. По делу назначена соответствующая экспертиза. Сейчас стражи порядка, согласно действующему законодательству, устанавливают материальный ущерб, нанесенный государству браконьерам. С тем, чтобы вести свою работу эффективно, природоохранные и полицейские используют разные методы. Вертолетные облеты уже давно зарекомендовали себя положительно. С высоты птичьего полета видно все как на ладони. При помощи авиации МЧС в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» совершен плановый облет южного побережья Капшигайского водохранилища, также вверх по реке Или. На 22 участке Капшигайского водохранилища были обнаружены браконьерские сети. Они были уничтожены путем сожжения. А вот полицейские Толгарского района задержали алматинца, незаконно перевозившего хищную птицу соком. При проведении специального рейда они выяснили, что 23-летний житель города Алматы без каких-либо разрешительных документов возил с собой пернатого хищника, за что теперь и ответит по закону после установления всех обстоятельств. Никто не забыт, ничто не забыто. В канун Дня пожилых людей на территории управления полицией города Талдыкурган состоялось чествование почетных ветеранов областного центра и ветеранов органов внутренних дел. Перед началом мероприятия состоялось возложение венков к памятнику сотрудникам полиции, погибшим при исполнении служебных обязанностей. К этому легендарному празднику были приурочены различные акции. Полковник в отставке Балат Молдобеков в своем выступлении отметил, что ветераны, находясь на заслуженном отдыхе, продолжают работу по патриотическому воспитанию нашей молодежи. Начальник управления полицией города Талдыкурган полковник Аскар Нурсапа поблагодарил ветеранов, подчеркнув, что весь бесценный опыт, приобретенный старшим поколением на данное время, широко применяется нынешними молодыми полицейскими. Начальник городской полиции от имени личного состава поздравил всех ветеранов с Днем пожилых людей, пожелал им крепкого здоровья и личного счастья. В заключении приглашенным гостям были вручены благодарственные письма и ценные подарки. Режим онлайн-общения помогает выстроить доверительные отношения между населением и полицейскими, которые сейчас стали еще более доступными. Встречи с населениями проводятся на всех уровнях. На днях в управлении полицией города Талдыкурган состоялся онлайн-прием. Трансляция проходила в прямом эфире через социальные сети. В основном жители интересовались работой участковых инспекторов, режиме их работы, порядку приема граждан в опорных пунктах полиции. Согласно постановлению президента Республики Казахстан пересматриваются требования к участковым инспекторам и будет законодательно принят закон о статусе участкового инспектора. В самом городе увеличится их штаб. Наибольшее количество вопросов касалось безопасности дорожных движений в городе и какие меры принимаются с тражами порядка в этом направлении. Сейчас планируется на опасных местах, а также на отдельных пешеходных переходах установить дополнительные дорожные знаки. В качестве пилотного проекта планируется установить сигнальные столбики, которые будут предупреждать водителей о движении пешеходов по переходу, что особенно важно в темное время суток. Также хотелось бы отметить, что в городе установлены 871 камера видеонаблюдения с выходом на ЦОУ, а на отдельно особо значимых участках с выходом на мониторы участковых пунктов полиции, куда граждане могут обратиться за помощью в случае возникновения каких-либо вопросов. Особая забота стражей порядка обеспечения дорожной безопасности. Несмотря на систематическую профилактику, по-прежнему находятся любители полихачить и принять на грудь за рулем. Сотрудники патрульной полиции Алматинской области задержали мотоциклиста, не дававшего своим лихачеством покоя местным жителям. Сотрудники патрульной полиции управления полицией Корсайского района во время патрулирования заметили водителя мотоцикла, грубо нарушающего правила дорожного движения. Водитель двухколесного транспорта предпринял безуспешную попытку скрыться от стражей порядка, но мастерство полицейских управлений служебным транспортом было на высоком уровне. Как после стало известно, мотоциклист был в сильном алкогольном опьянении. Мотоцикл «Кавасаки» под управлением 22-летнего местного жителя мешал участникам дорожного движения, создавал аварийные обстановки и носился на высокой скорости. В отношении водителя составлен административный протокол по ст. 608 ч. 1 КОАП Республики Казахстан. Транспортное средство водворено на штрафную стоянку. Сам водитель взят под административный арест на 15 суток. За вождение в пьяном виде ему грозит лишение прав сроком на 7 лет. Другой водитель за ДТП в нетрезвом состоянии приговорен к 3 годам лишения свободы и пожизненно лишен прав управления авто. Осужденный в феврале 2017 года, он уже был лишен права управления транспортным средством сроком на 5 лет за совершение дорожно-транспортного происшествия. Тем не менее, 30 августа в Коксюзском районе он управлял автомашиной марки «Ниссан Премьера» в состоянии алкогольного опьянения и совершил столкновение с автомашиной «Мерседес Бенц», где скрылся с места происшествия. Теперь он ответит по всей строгости закона. На этом наш очередной выпуск подошел к своему завершению. Будьте бдительны и помните, что только сообща мы сможем навести общественный порядок. Но если с вами что-то произошло, либо вы стали очевидцем правонарушения, либо преступления, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102, либо по номерам телефонов соседского присмотра вашего региона. Но если у вас есть вопросы по работе полиции, присылайте их на наши электронные адреса, которые сейчас вы видите на своих телевизионных экранах. До следующей встречи в эфире телеканал ЖТСО. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok